Друзья, привет! Это я, Любомир. Борода давно не выходила на связь. Много дел, много работы. Сегодняшний выпуск хочу посвятить браслетику. Браслет, который делался вообще не я. Мне принесли его, чтобы я его переделал. Говорят, вот заказали из Китая. Браслет нравится, цвет не нравится. Подсказали вас, можете ли сделать его не зеленым, а черным. И принесли вот этот браслет. Сейчас я покажу его более вам детально. Но смысл в чем? Принесли, его оставили для меня. А потом я пришел, посмотрел и обнаружил то, что китайцы просто слезали нашу бусину. Которую делал для меня мой друг Дима, ювелир. Специально ее лепил из полимерной глины. Потом делали восковку и отдавал ювелирам. Собственно, эту коллекцию... У меня даже не осталось этих бусин. Сейчас я покажу картинку. Какие были браслеты и что это была за бусина. Тут же бусины слизаны, но более низкокачественные, так сказать, и в два раза меньше. И даже браслетик они хотели сделать похожий на мой, но не смогли поставить шакл правильно, чтобы он пропускался через индейца. И поставили его задом наперед. Сейчас я буду пробовать переделать этот браслет. Я посмотрел на его плетение, как он вообще сделан. Я так даже не умею. Но, собственно, буду при вас разбирать и пытаться сделать что-то похожее. Но так уебищно я еще никогда браслет не плевал. Тут фишка в том, что за шакл у нас цепляется паракорд. Вот такая вот петелька. Когда я плету, я все время оставляю две петли, потому что мне удобно делать из цельного куска. Я запускаю две петли, потом их же оплетаю, как бы две жилы, и у меня все получится ровно. Плюс я не делаю вот такую вот уебищность, вот такую, чтобы снаружи были какие-то заплавленные концы. Ну, мне так не нравится. Вот. И как они сделали это, ну, я подозреваю, что здесь просто запущена одна жила, которая в середине, скорее всего, спаяна и просто оплетена другим куском паракорда. Ну, сейчас разберем и посмотрим, как это сделано. Ну, будем стараться повторить, потому что если я пущу здесь две жилы, то они просто на такой маленький болтик не налезут. Неудобное крепление, очень мелкое. Для начала, прежде чем его расплетать, я его растягиваю на станке, делаю засечку, вот, чтобы сделать точно такого же размера, потому что такие браслеты я не делал никогда, и, соответственно, мне надо ориентироваться на замер. Размер мы сняли, сейчас можно будет начать его расплетать. Была бы эта работа моя, я бы просто срезал его сейчас вот здесь, и все. Но мне интересно посмотреть, как заведен вот этот кончик, как они вообще это делают. Эти китайцы. Ну, вообще, прикольно, когда китайцы воруют твои работы. Вот. Я писал об этом на Facebook, ну, и по комментариям кто-то пишет, что это признание, вот, я не плагиат, потому что китайцы просто так не будут делать какое-то говно, а раз они делают копии, значит, твои работы пользуются спросом. Так, давайте посмотрим, как они здесь это завели. Собственно, о чем я и говорил. Два конца сплавлены, просто приплавлены друг к другу, и то оно так приплавлено, что когда я распустил, оно просто болталось. То есть, даже спайка не держалось. Я тоже буду спаивать, потому что я не знаю, какой еще вариант можно придумать, чтобы сделать такой вот браслетик. Вот. Могу сделать, опять же, говорю, так, как делаю обычно я, но тогда моя петля двойная из двух жил просто не влезет в этот шакл. Плюс надо учитывать, что здесь китайский стрёмный паракорд, и он очень тоненький, и такой вот он сжимается, он какой-то полупустой внутри. Вот. А я делаю из нормального паракорда, и он получается сразу толще. Вот. И поэтому, если сделать вдвойне, то браслет будет очень широкий, и никак не под эту бусину. Поэтому тут надо постараться адаптировать браслет под его, так сказать, оригинальный китайский внешний вид. Поэтому тоже будем делать спайку посередине. Тобственно, вот, дошли до конца. Вот она наша основа китайская. Я, скорее всего, даже сейчас замерю просто вот этот кусочек по длине, и сделаю точно такой же, спаяя его, и все. Сразу буду спаивать между собой два конца. Разогреваем. Делаем такой вот поцелуйчик. И аккуратненько прокручиваем пальчиками, чтобы было как можно ровненько и более-менее красиво. Вот. Получили основу. Узел, какой бы он ни был уникальный, ой, какой бы он ни был аккуратный, он все равно на плетении будет заметен. Если по нему пройдет стропа, то будет небольшая выпуклость. Хотя мы сможем поджать. Либо этот узел можно будет подогнать ближе к бусине в самом начале, чтобы не было сильно заметно. Так, продеваем нашу, в наш шакл. Как это было на китайском браслетике. Накидываем сразу сюда бусину. Таким вот образом. Вот и как раз получилось так, что я сделал нашу спаечку практически под бусиной. И первые стежки нашего плетения попадут на нее, соответственно, никто не заметит, где было соединение. И дальше надеваем его на наш станок. В размер попали, чуть-чуть будет он больше. Совсем капельку. Но, учитывая, что китайский паракорд поуже и более хлипкий, а наш плотнее, соответственно, дать, как сказать, размер больше на 5 мм, самое оно, оно поглотится объемом. Так, ну и теперь берем второй кусочек, я не знаю, сколько здесь взять, ну, максимум метра, ну, 2 пускай будет. И оплетем просто нашу основу из двух жил. Как вы заметили, плетение здесь обычная стандартная кобра, поэтому рассказывать что-то там и показывать, как я это делаю, ну, даже не буду, потому что кобру плести, наверное, может каждый. Кто не может, вот вам ссылочка на мой урок, как сплести кобру. Делаем узелочек, загоняем его под бусину к началу нашего браслета и начинаем плести. Тут бы я снял, подогнал бы это все дело еще поближе, чтобы оно уж было наверняка вроде нормально. и начинаем оплетать. Вот как раз накидываем на место нашего соединения спайку. Аккуратненько проходим, ее здесь как раз поджимаем, чтобы все было ровненько и кайфовенько. И притем. Ну вот, собственно, доплел до конца. Теперь осталось нам спрятать кончики. И все. Можно, конечно, сделать, как китайцы, сейчас обрезать здесь и заплавить. Но я, по крайней мере, постараюсь попробовать сделать это поинтересней. Тут мне понадобится иголочка. Вот я сейчас заведу этот хвостик сюда в петельку и потом пропущу его просто сюда. Я думаю, будет нормально. Ауч! Тут мне понадобится иголочка. Вот я сейчас заведу этот хвостик сюда в петельку и потом пропущу его просто сюда. Я думаю, будет нормально. Сюда его заведем сейчас. Нормально так. Более-менее симпатично даже. Теперь второй кончик. Со вторым проблемой, потому что у меня его осталось мало здесь. Влезть он сюда влезет. Сейчас попытаемся что-то придумать. Все, тут я его загнал вот таким вот образом и заплавил с этой стороны. И сейчас второй мы сделаем так же. Мы его немножечко подрежем. Все делать приходится стоя, потому что камера так стоит. Неудобно делать сидя. Поэтому вот такой внешний, такой вот у нас вид ракурс камеры. Так, здесь тоже проплавляем. Кладем на твердую поверхность и прижимаем какой-то гладкой штучкой. В моем случае вот такая. И все. Думаю, это поинтереснее, да? Чем было. Вот, собственно, браслет готов. Мы его застегнем. Ну, как бы что от меня требовалось, я, конечно, сделал. Вот. Хоть посмотрел на пародию и как это делают китайцы. Ну, скорее всего, они вообще это делают на каких-нибудь станках, мне кажется. что все очень некачественное. Браслет готов. Какие дела? Вот, друзья, спасибо за внимание. С вами был Любомир Бородан. Вот он наш браслетик. Подписывайтесь на канал, пишите лайки, ставьте лайки, дизлайки, кому как больше нравится. Вот так, да? Пишите комментарии и задавайте вопросы. Если вам интересно, как что плетется или может быть хотите, чтобы я что-то показал, то, пожалуйста, пишите. Будем пробовать. До новых встреч.